так всем привет ну очередной выпуск по баннер лорду если кто не понял вы на канале play go win меня зовут водосик и очередное получается а точнее я хочу стать вассалом в ландии но у меня не получается потому что я каким-то образом на папный караван в одном из выпусков начал с ними войну и поэтому максимально таким я вассалом стал так это сейчас я скажу это по моему южная империя до южной империи вот и поэтому с чем я занимаюсь так это наращиваю силу какие-то войска слабенькие набираю так вот 1 войска едва ну соответственно я замахом большим игра полностью с нуля поэтому пока мой план развивается пока развивать свой персонаж я что делаю бегаю тут чилю по карте так а на чем же остановился в принципе что так баронер собрал войско правитель объявляет да тут еще и вот так но тут жмут очень сильно я поэтому сейчас пойду с войском гулять соответственно эпичные сражения буду выполнять вот пока по провизии все более и у меня но уж конечно еще купить жаловая королевская дань оплата наемника круто я понимаю вот наемники это вот эти вот ребята всякие бегающие а должен скидываться логично поиск тут нету посмотрю что тут можно продать что тут можно сделать что удивительно вообще ничего не могу поделать с тем что чтоarem ой-ой-ой-ой-ой что а что с fps почему qdm так просаживает что то что происходит а все дать может икупить наверно еще немножко мне всяких Кушаней. О, зерно посею. Ой, 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 ой. Блин. Зерно посею. Где оно теперь, блин? Само внизу. О, и посею. И по 6 даже. Раз. Семь. Вот так купить пока что хватит. Так, я вчера обновился. Небольшие обновочки внес. Получается по броне тут. Поношенные сапоги взял, усиленные эти. Просто вот именно вот так вот с нуля, не выполняя никаких квестов, там куда-сюда. Это, конечно, затяжно. Но это интересно. То есть полностью развивать персонажа. Я, правда, вот не очень, вообще не очень хочу играть за эту западную империю. Мне как бы на их судьбу все равно. Что с ними и как будут. Почему у меня FPS просаживается, интересно. Так вот. Странно. Довольно странно. Так, вот тут я смотрю на себе. Мне интересно. Пробую. Да. Смогу зайти. Набрать еще бомжей. Жалование. Ведь королевская дань 73. Чего так много-то? Они думают, что я миллионер, что ли? Так, и пойдет. Но я чисто вот взял этих ребят только для одной причины. Чтобы я смог спокойно дойти до войска, в которое вступлю. Так, королевская дань подупала чуть-чуть. Это хорошо. В принципе, как бы игра у вас стала намного интереснее и поприятнее, если тут частенько бегать в движуху наладить. То... Так, надо посмотреть. Локон. Ну давай, ладно. Войско присоединюсь просто. Вот. Так же, если действия какие-то делать, тогда жалование повышается. Ну, такие вот все. Может еще и замок можно даже получить. Я, правда, еще и не получал его ни разу. Ну, в принципе, я и играю, то по чуть-чуть. Но самое главное, это просто бегать. Воевать по чуть-чуть. Набирать, может быть, небольшое количество союзников. Так. Мир нашей королевства будет платить дань. Окей. Да. Готово. Готово. Все. И что получается? Я получаю... Ага. Мирный договор. Если я не ошибаюсь, да? Суточная смета. Да ну, у вас такая империя странная. Я сейчас сохранюсь. Вот. Сейчас поговорю с этим. Рагею искать. Это мне надо теперь Рагею найти. Чтобы освободиться от Тани. А королева, наверное, вот тут сидит. Сейчас посмотрим, где она была в последний раз. Ээээ... Ликоруном. Возле замка... Морения. Так. Так, замок Морения. Ага, вот. Где-то вот в этих краях. Скорее всего, будет. Ну, можно к Ликорону подойти. Там, в любом случае, будет она. Вот. Ну, и все, что мне надо разорвать, получается. Ага. Ликорон осаждает войск оружия. Ага. Войско. О, ва. Вот она, Рагея. Блядь, прям так и думал, что это она. Так. Я бы хотел... Все. Мы... Блин. Ой, как это проблевно. Это бред. Я теперь не знаю, что мне делать. Вот как мне... Изменить... Участники. Как заключить мир, когда у тебя вообще очень все плохо. Так. Так, а где кто отдыхает? Все равно... Он... Атма. Что же было? Надо было с ними нормально. Замок Куяс. Это что? Сирай, это что? Так. Это все понятно. Но вот, ребят, мне бы... Самала. А, у них тут свои проблемы. О, они Аниру забрали. Хм. Южная империя. А у них тут вообще проблемы. Так-то шесть. Ну, я бы не сказал, что прям сильная проблема у них. Ну, вот. Что же можно сделать? Ладно, меня такие вещи пока не устраивают. Я загружусь сначала, а там уже... Я кажется, лучше будет. И, по-моему, я загружусь сейчас в место, куда не надо. Ну, а, у нас есть проблемы. Ну, а, у нас есть проблемы. звание или еще что-то перестану с ними воевать опа войска опис сейчас может быть сражение у меня все влияние влияние капает вот жалование не прибавляется давние события тоже давай 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 беги-беги вы поделились своей едой с голодными солдатами неплохо так-то замок торис осаждаем перри порос та ёлки-палки шо ж такое бегают туда-сюда туда-сюда там все скорее всего сражение будет вот уже прям грабеж какой-то дебант собрал войско собрал войско карлифская дань плата наемникам жалование развалится войско до развалилась я буду хавать вашу эту еду чё уж делать а чё мы встали а еще наверное не пришли ну да ну ничего на осень хорошо кушает денежку и даже не смотря на одни бичи они так много хавают это вот оплата наемникам жалование давай пожалуйста захватывать что-нибудь у меня и так проблемы подеремся что-нибудь сделай теперь блик корон до чего тупые вот эти вот западная южная империя неудивительно что у вас позахватывает все что могли есть цель получше мы должны теперь туда идти зачем туда идти атаковать если можно вот стоим возле города такие типа вот представляется да картин подходит там сто тысяч человек какого-нибудь городу в среднем веках какой командир разворачивался а да зачем этот город сейчас мы еще 10 лет потратим чтобы дойти там цель получше есть пойдем туда такие войско типа тачу нет пойдем я вот примерно вот так это вижу как выглядит вот так вот ну жесть жесть чё тут скажешь да старенькое продание старенькое продание а я не знаю здание так они наверно тут за рекой будут японские лучники так ну а что тут река да наверно наблюдать или чё за яма от нее мы было это просто одно же гор кавалерия с флангов заходит хорошо но а вот их войска так тут что получается у нас пригора вот тут и встанем ой раз Неплохо, опять в голову. И опять в голову. Так, в принципе, если смотреть... В войсках, наверное, будут куда-то сюда заходить. Пойдём, пойдём. А у них ещё лучники. Вот это, если смотреть по сравнению с арбалечиком, лучники тут вообще шляпа. Так, а тут можно... Пойдём. А это... Просто... Интересно, я до туда попаду? Ну, почти бы попал. Ещё б метко бы стрелял. Санчо в атаку. Сейчас пойду в упор стрельну в кого-нибудь. А чё, всё, что ли? Всё. Идёт. Два процента, правда, добыча маловато будет для меня. Получает 0 теперь ваше влияние. Отлично. Кого тут набирать? Ну... Пехота. Пусть будет пехота, что делать. Посмотрим, что там из двух процентов добычи. Это что есть ценного. Ну, и зерно, виноград, мясо. То есть... Хоть что-то. Даже вот так сделаю. Слабовато, конечно, но... Лучшего вряд ли можно ожидать. Попалять. Всё минус, всё минус. Вообще не прибавляется. Интересно, почему. Потому что я не гоняю этих. Блядь, жёстко. Я так без денег тупо останусь. Уже две тысячи. Ну и сейчас будет что? Осада? Осада будет. И осталось 300 человек, по-моему. Или 200 даже. То есть осада тоже на аккурате. Надо. А, ну это не осада. Ну я поведу стрелков за собой туда. Что сделать? Ну я, наверное... Давайте встанем в свободное. Вот. Прекрасно. Вот. Мы пойдём в обход. Мы пойдём в обход. Выйдите там и мы в обход. Вот. Я думаю, это будет... Занять. Высоту. Да. Это будет усилие, по-моему. Потому что я вижу, войска спускаются. Вон их войска. Вон их войска. Если я не ошибаюсь. Ни хрена не вижу. Вот их войска, блять. Ну вот отсюда будет приятно расстреливать. Лучников не столь страшно терять, как, например, серьёзные войска. Их хоть и в любом случае держать. Оба. Ох. а как раз они встали так как мне надо сильно сильно обстреляли они даже до моей пехоты не дошли потери минимальные просто прекрасно еще имперского потом а пехотинца прибил до потери минимальные они пока до нас дошли их уже расстреляли 60 человек это ничего жака только то что они отъезды болельщики у нее да их в принципе чего атаковать свободное положение четко зарешало но и выбор позиция я считаю хорошее место было пока него тут ходили их уже расстреливали на ништяк но теперь три процента то есть уже повыше но мне бы за это деньги бы давали то есть получается я воюю а вот толку с этого никакого 0 влияния мере и доход растет и продолжить осаду так я считаю ну на 100 человек будет пойдет это что за город а это ли корон если я не ошибаюсь что происходит почему мы начинаем кто-то давай поговорим а я же не могу с ними разговаривать но они сейчас тут скопят войска и мы просто ничего не сделаем о ух ты елки 336 337 ну да сейчас я не знаю чем если мы много потеряем чем мы будем город осуждать но его взять сейчас полностью вариант глупо решение на то же получается они не тоже так мы снова с фланга пойдем мы пойдем снова с фланга вон их войска мы пойдем вот оттуда нет почему они стали опять в каре зачем это надо на возвышенность попробую зайти занять возбушенность посмотрим что из этого выйдет далековато будет мне кажется далековато сейчас посмотрим защищая свою позицию а это очень далеко будет единственное что сейчас может помочь это линия вате свободный этот сейчас попробуем расстрелять их не войска дать что что делаешь стоять я раз сейчас сейчас когда сейчас мы сейчас Очень сильно лучников расстреливают. Очень сильно причем. Блин, ну глупо было вот так вот заходить. Ну ладно. Мы их расстреливаем. Нормально. Да, их просто разбили мы. Их не лучников мы разбили. И все. Ну неплохо. Но я, конечно, сильно дизельнул. С тем, что очень много воинов я потерял. Но можно было и лучше посражаться. 103. Большую часть поисков фактически потеряли. Закуйте их в хандалы. Соответственно, лучник, который мне достался, умер. Сам виноват. Опа. Что это такое? Ладно. Это все потом продам. Продолжите с... Ну че ты... Идиотизм. Ой, идиотизм. Мы же сейчас могли спокойно город забрать. Че, почему? Сечанец собрал войско. Я не знаю, почему так произошло. Но по-хорошей могли сейчас спокойно город и... Не знаю. Ну компьютер порешал по-другому. Так что вот так. Печально. Надо только так сказать. А, войско распалось. Ладно. Ладно. Турнирчик сыграем. И... На этом я буду заканчивать выпуск свой. О. Баннер лорду. Есть. А, у меня же там и хп нету, по-моему. Ну да, половина хп. А, у меня же там и хп нету, по-моему. Сюда иди. Раз. И вот этого хлопчика цепаните. Да, ну у меня уже проблема, то что столько... Ну ладно. Ставим вставочку. Есть. Один готов. Баннер лорду. Баннер лорду. Баннер лорду. Баннер лорду. Сейчас постой немножко. Постой, подожди. Баннер лорду. Баннер лорду. Все что ли? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Застрелил его. Так. Один на один теперь. Я надеюсь не на глефах. Не, на мечах. Ботанский опытный застрельщик. Раз. Ай. Есть. Хе-хе. Добил. У-у-у. Смотрите, народ. Как надо. Фарон Санчо. Угу. А тут Фарон тоже неплохо шел. Ну, сейчас посмотрим, кто из нас. Ох ты, блядь. Ага. Еще. Стычку сверху. Все. Давай домой. И что я получил? Сейчас быстренько посмотрю. Легионерий Хэм Орд Клойл. Еще и 1400 я выиграл. Угу. Да, хоть заставок. Есть деньги. Ну, не совсем из-за. У них был плюс. Часнее, у них был. Ну, уж понимали, насколько я серьезный типчик. Сейчас продам все. Весь хлам, который я насобирал. Так, ну, 26. Ну, это поинтереснее смотрится, если честно. Так, ну, если кому-то понравилось, ставьте большой палец вверх, лайки ставьте. Если нравится, соответственно, лайк, тоже, блядь, равно. Подписывайтесь, следите за выпусками и вместе продолжать. Комментируйте. Может, поможете более детально разобраться в Баннер Лорде. Поэтому, может, я еще чего-то не знаю. Все прочитаю, но все ответим. Давайте, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok